Девочки, огромный всем привет! И вот, наконец-то, я снимаю новое видео. Наверное, вы думаете, что что-то со мной случилось, но нет, вы ошибаетесь. На самом деле, я не бегала от государства, я не лечила прыщи, я не болела болячками в больнице, я не продала камеру. Я просто была очень-очень-очень занята, у меня совершенно не было времени ни на что, но, наконец-то, я ценой очень-очень больших усилий выкроила несколько минуток, и теперь снимаю для вас это видео. В этом видео будет очень много всего интересного, и гвоздь этого видео, это прическа 15 секундка без расчески. Если вы хотите ее увидеть, то обязательно оставайтесь со мной. Прическу я покажу немного позже, а пока хочу вам рассказать о своей новой покупочке. Я приобрела вот такой вот новый свой дезодорант, аддон кореньон. Предыдущий дезодорант, который у меня был в такую красную крапинку, на самом деле вызывал очень неприятные ощущения. От него у меня под мышками была какая-то сухость, стянутость, потом пошли трещинки, потом зуд, потом жжение, потом начались шелушения. Я, конечно же, сначала думала, что шелушения пройдут, но потом поняла, что они не проходят. Как вы знаете, я всегда стараюсь вам показать полную информацию, поэтому все шелушинки я сковыривала и складывала в коробочку. Как видите, все-все-все-все шелушинки имеют явно аллергический характер. Я подозреваю, что этот неподошедший мне дезодорант вызывал у меня экзему верхних слоев эпидермиса, которую мне наконец-то удастся избежать и свести к нулю, после того, как я начну применять дезодорант Дон Кореньон с более гомогенной структурой. Без лишней гиперболизации могу утверждать, что у меня развилась аддикция от неподходящего дезодоранта, что в свою очередь привело к фрустрации личности и инфернальному результату. Свой новый дезодорант Дон Кореньон я еще не пробовала, мечтаю поскорее его открыть, и очень мне подсказывает интуиция, что он по-настоящему мне подойдет. Я вот так вот прощупываю его, верчу в руках, но настолько он приятный, я чувствую от него косметическое тепло, я думаю, он решит мои проблемы и могу его посоветовать и вам, потому что это действительно дезодорант, подходящий ко всем моим чакрам. Теперь обещанная прическа 15 секундка без расчески. Итак, представим, что расчески у нас под рукой нет, но есть волосы и необходимость сделать прическу. Начнем. Нам нужно свесить голову вниз, достать все-все-все волосы и сделать вот такой вот пучок. Далее мы быстренько оборачиваем пучок вокруг своей оси и получается прическа 15 секундка без расчета. Да, прическа, конечно, выглядит так себе, но я вам обещала, что ее можно будет сделать за 15 секунд и без расчески. Алена обещала, Алена сделала. Далее я хочу вам показать свою новенькую покупку. Это замечательная палеточка теней. Выглядит она вот так. Не обращайте внимания, она у меня немножко заляпана. Ну, сами знаете, какие эти палетки капризные. Так, в этой палеточке у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 20, 22, 24, 27, 31. 31 тенюшечка. Сводчики я вам делать не буду. Как-то я уже делала года 2,5 назад сводчики на эту палетку. Если вам интересно, то поищите где-то с 657 до 825 моего видео. В этом диапазоне будут где-то сводчики в каких-то моих покупочках. Тени очень-очень-очень красивые. Вот смотрите, я тут вижу просто обалденный бирюзово-оранжевый оттеночек. Вот этот вот коричневый с золотым вообще очень хороший. Вот этот вот розовый переливает в беленький, и мне кажется, он даже хамелеонит. Самые мои любимые оттеночки это Desert Sparkling. Вот этот вот мой фиолетовенький Королистик Мистик. Следующая Вандефор Фолл. И последний мой самый-самый любимый. South Sunset. Все-все-все тени красивые, но эти мои самые любимые. Вы видите, что оттеночки действительно очень-очень хороши, и очень оригинальные названия они имеют. Ладно, так и будет. Сделаю вам сводчик одной тенюшечки, моей самой-самой любимой. Итак, сейчас я вам нанесу этот сводчик влажненьким способом, и вы увидите всю его красоту. Ну, вот так вот он выглядит. Смотрите, какой мега пигментаж. Я от него балдю. Я его наношу в основном на подглазник, прорисовываю им подглазник, и глаза становятся очень-очень выразительными. Кстати, эти тени очень-очень-очень приятно пахнут. Вот я сейчас нюхаю, мне прям очень-очень нравится. Вы знаете, пахнут они ананасовым повидлом или социиновой кислотой. Прям вот я это невооружимым глазом ощущаю. Я очень-очень-очень рада этой палеточке. Теней у меня не много и не мало, хотя кому-то кажется, что много, а кому-то что мало. На самом деле у меня меньше, чем тех, у кого его больше. Я надеюсь, что в будущем у меня будет больше теней, чем сейчас. Конечно, кому-то кажется, что их недостаточно, но мне хватает, и все-таки я в будущем хочу побольше себе купить. Я надеюсь, что у меня их будет больше, чем сейчас, и сейчас все-таки меньше, чем будет в будущем. Последний трюк, который я вам хочу показать, позволит вам очень сильно сэкономить бюджет и ограничиться одной кисточкой при любом макияже любой части тела. Кисточку можно купить вот такую, средних размеров. Если вы воспользуетесь моими трюк-советами, о которых никто пока что не знает, то вы очень-очень хорошо сэкономите и всегда сможете сделать отличный макияж, даже если у вас под рукой будет только одна кисточка. Итак, взяли мы эту кисть. Если нам нужно нанести грим на лицо, то мы ее используем в своем обычном состоянии. Если же нам нужно нанести макияж на глазки, то можно увидеть, что эта кисть велика. Но можно очень-очень-очень легко, моим трюковым способом, отделить от кисточки прядку. Вот так вот отделили, вы видите, кончик такой раз, мы его пальчиками зажали, вот так макаем в тенюшке и вот так вот наносим. Если нам нужно нанести много теней, мы отделили большую прядку и нанесли вот таким образом. Если нам нужно совсем-совсем маленькую прядку, для того, чтобы прорисовать маленькие детальки глаза, мы взяли вот такую маленькую прядку, хорошенечко ее сжали и прорисовываем маленькие деталюшки на глазу. Если же нам нужно сделать кисть для тона, как видите, это не подойдет, потому что она очень рыхлая. Мы берем любую, совершенно любую резиночку, которую вы сняли с волос и вот так вот затягиваем вокруг кисточки эту резинку. Вы видите, что получается уже абсолютно-абсолютно другая плотность. Кисточка становится по-настоящему спрессованной и пригодна для нанесения тона. Это действительно выход. Теперь вам не нужно долго размазывать кистью по лицу. Вы плотной-плотной кисточкой для тональной основы сможете нанести все-все-все, что вам нужно здесь сделать. Как видите, вам уже не нужно покупать ни кисть для глаз, ни кисть для тона. Следующий мой трюк относится к кисти, которая должна стать плоской. Как мы знаем, вот такой толстой кистью очень сложно прорисовывать хайлайтер или бронзер, но для того, чтобы кисть стала плоской, нам достаточно ее вот так вот защипить. Вот так вот взяли мы обычную прищепочку, вот так вот мы сделали, и вы видите, что кисть из обычной превратилась в третий вид кисти, плоская кисть. Теперь нам очень-очень легко можно нанести бронзер и хайлайтер. Таким образом, с помощью моих трюков, о которых вы теперь знаете, можно очень-очень легко сделать весь макияж и обойтись всего лишь одной кистью. Надеюсь, мои советы вам придутся по душе, сэкономят вам кучу денег. Пишите, пожалуйста, мне благодарности. Большое спасибо за внимание и всем пока!